Здравствуйте. Здравствуйте. Я из Литвы. Я вижу. А вы? Откуда вы? Молдова. И вы так хорошо на русском разговариваете? Да у нас ногтем по-русски хорошо говорит. А вы именно прямо с Молдовы? Прям с Кишинева. А в Кишиневе живете. А в Литве когда-нибудь были? Да, вот этой весной как раз был. Да? И как вам поездка? Ну я там по работе был. Два месяца поработал, потом уехал. Там с документами меня подвели. Пришлось уехать. Ну вот пока были здесь в Литве. Вы на Вильнюс приезжали, да? В Мажикяй. А, в Мажикяй. Да, ну был и в Вильнюсе. Да. Понравилась вам страна? Да, Литва мне понравилась. Хотели бы здесь остаться работать? Ну, как бы, хотелось бы. Ну, насчет остаться не знаю, но поработать поработал бы. Хорошая такая страна. Мы люди вроде нормальные. Ну, выходит, что зарплаты в Литве больше, чем у вас, да? Ну, да. Намного? Ну, намного, я думаю, да. Мне как-то недавно в чат-рулетке попадался тоже человек из Молдовы. Он сказал, что он в Англии работал. Я ему говорю, что коммуналка в Литве зимой, к примеру, где-то 120-130 евро будет. Ну, летом 90. А он сказал, что ты мне врешь. Я в Молдове 300 евро коммуналку плачу. У вас так же? От порога. У вас так? Да. В Литве, я знаю это точно. Да, в Литве меньше получается намного. Да, да, да. А как так у вас зарплаты меньше, чем в Литве? Ну, коммуналка дороже. Да, тут из-за энергетических ресурсов какая-то война происходит. Там не хватает, и из-за этого дорого. Получается, людям нужно ехать куда-то работать, да, в стране? Получается, вынуждены ездить. Это еще с 90-х годов они как бы вынуждены ездить. Иначе никак. У вас у нас своя валюта, да, какая-то местная? Да, у нас в Румынии леет. Если бы в Евросоюзе была, и тогда бы был евро, я думаю, тогда бы уровень жизни стал бы подниматься у вас. Ну, я думаю, что, скорее всего, да. Да и по свободнее можно было бы ездить, путешествовать по Евросоюзу, и не только по всему миру. А так, пока ни туда, ни сюда. Да, в Литву вы приезжали, нужно было визу, да, рабочую какую-то делать? Да, мне работодатель там обещал, как бы я за свой счет подал на вид на жительство, там, все такое. А потом он меня просто с работой подвел, и мой вид на жительство, а мы любим. До Нового года по-любому буду тут. Там дальше посмотрим. Ну, а так вот люди, вы общались с местными, там, коммуницировали, как вам понравились люди? Литовцы? Да, совершенно адекватные люди. Мне там никто слова плохого не сказал, там, на русском, значит, на русском. Хочешь на английском? Давай на английском, если знаешь английский. Я английского не знаю, разговариваю на русском. Никаких проблем, никаких неудобств даже не было. А у вас в стране, вы, получается, прям русский язык учите в школе или нет? Ну, раньше учили, когда я еще учился, да, учили русский язык. Сейчас уже вроде как не изучают русский язык, сейчас у нас румынский изучают. Ну, молдавский и румынский – это один и тот же язык. Просто, ну, мы больше так вот от Евросоюза, ой, от Советского Союза у них все. Осталось там, ну, там слово на русском, слово на молдавском, слово вот так вот все перемешали. Из-за этого надо. Вот, был такой непонятный румынский. Ну, сейчас больше вот начинают на румынском разговаривать все. Мало русских, все повыезжали. А давно уже они уехали? Постепенно так уезжали с 90-х годов, как Советский Союз развалился, да, и начали уезжать. А по климату у вас там какая страна? Зимой холодно, нет? Да не особо холодно. Даже сейчас вот тепло, деревья даже зеленые. Летом вообще невыносимо, жара ужасная. Вот. В Литве, конечно, климат помягче такой будет, да. Ну, в Литве я скажу, что последние годы, я вообще сама 6 лет в Литве живу, здесь летом прям очень жарко. Люди говорят, что раньше в Литве дождики были, прохладненько летом было. Осень долгая, теплая, вот буквально вчера там плюс 20 еще было. Ну, сейчас холодать стало, плюс 11. Но как бы весь уже что, уже октябрь месяц, да, уже осень в разгаре. А еще как бы тепло было. И зима, ну, тоже взрослые люди говорят, что раньше в Литве были снега, очень много снега, минус 30 морозы. А сейчас, ну, максимум минус 17, там буквально неделю постоит зимой. Ну, это прям очень сильные морозы считаются. И потом обычно 0, минус 8, минус 10. Ну, вот так вот, как бы теплеет климат. Вот как и у нас, точно так же. У нас раньше, я вот в детстве даже помню, снег просто по колено, постоянно по пояс был. В конце октября обязательно должен был выпасть снег. Вот даже в середине октября вот так упадало. А сейчас, может, за зиму даже и снега не уйдет. Так сильно поменялся климат. Да, поменялось. Вот буквально за 10-15 лет все изменилось. А летом вообще практически дождей нет. Так немножко проморосит. Засуха стоит. А вы на какую работу устраивали с недальнобойщиком? Ну, не, я сварщиком работаю. А, ну, сварщики тут нужны, да? Тут украинцев много сварщиками приезжало работать. Многие вот знакомые работали, потом поуезжали. Кто в Канаду, кто в Австралию. Подальше, в общем, они от границ России захотели уехать. Мне вот предлагают частенько. Вот даже вчера вот предлагали литву сварщикам. Ну, я пока не хочу. В Маджикяе вот мы работали, квартиры не особо дорогие. За 150, за 200 можно было снять. Нормальные квартиры с ремонтом хорошими. Не то, что тут у нас с ними квартиру. У вас без ремонта сдают? Да, у нас как только не сдают вообще. А дорого? Дорого. А сколько вот если в евро перевезти? Да, я снимаю квартиру. Вот. За 180 евро. Это очень дешево. Я еще вот снял ее. А так вот 250, от 300. Ну, это столица же, да, у вас, Кищунев? Да, да. Вот. Ну, для столицы, наверное, нормально. Ну, а сколько вот можно получать, работая в вашем городе? Ну, сейчас я вот зарабатываю 700-800 евро. Если на евро 200. Ну, да, для столицы заработок небольшой. А вот на еду, вот вы на одного на себя сколько в месяц тратите? Ну, наверное, 150, наверное, 200 евро. Ну, это я вот в Литве 200-250 на себя трачу. Ну, у меня тоже так приблизительно выходило. Ну, все по-разному. Ну, это если не брать, к примеру, сигареты, выпивку и сладкое. Вот брать только фрукты, овощи, мясо, там, рыбу, там, молоко, там, все такое. Это вот 200-250. У вас получаются расходы такие же, как в Литве, на продукты коммуналка, вы говорите, дороже? Ну, я бы сказал, даже побольше, чем в Литве как-то. Я погорячился, конечно, 150-200. Наверное, даже больше бы получается, я просто не считаю. В месяц именно на еду. У нас цены побольше, чем в Литве. Даже побольше на продукты? Дороже все. Ого! Да, у нас вообще все дорого. Если вдвоем, вот мы с товарищем вдвоем снимаем одну, ну, нормально как-то. Да, тогда можно экономить. Вот. Ну, посмотрим, с документами после Нового года получится, если все. Значит, поеду куда-нибудь. Может, в ту же Литву. А другие страны вы были где-нибудь в Германии, либо еще где-то по работе? Нет, в Казани я ездил. Максимум это Румыния, Словакия, Литва, Латвия, Эстония. Вот, в этих странах было. Ну, всего хорошего, вам удачи. И вам того же. Спасибо, до свидания. До свидания.